давайте начнем с того что поговорим немножко о том почему вообще и нефти и метаверс стоит того чтобы здесь собраться чтобы это все обсуждать об этом говорить может быть мы как в 2017 году с айси опыт даемся какому-то хайпу вот сами все разгоняем а на самом деле это просто временный ажиотаж и тратить силы и время на то чтобы разобраться во всех этих интуитивно не очень понятно технологиях не стоит вот поэтому давайте начнем когда я только пришел и начал разбираться с тем что такое нефти я выглядел примерно вот так потому что действительно понятно было немного даже начиная с того вообще что такое нефти давайте так кто мы не видим следующий слайд у тебя переключилась да спасибо окей кто слышал про инфти до того как пришел сегодня сюда ну в общем почти все да а кто прям очень хорошо понимает что это такое ну отлично это это радостно значит может быть будут какие-то интересные и глубокие вопросы давайте попробуем я тебя попробую объяснить смотрите nft расшифровывается как non-fungible токен но от того что я это расшифровал сильно понятнее не стало поэтому давайте попробуем по-другому что такое толкин это объект на блокчейне что такое non-fungible non-fungible это значит невзаимозаменяемый невзаимозаменяемый означает вот что большинство токенов концепции токенов появилась с появлением эфириума 2015 до этого были коины но по сути неважно коины какой-то мере тоже токены они были взаимозаменяемыми такими как например валюта или акции эти предметы придуманные человеком они взаимозаменяемые один рубль это один другой рубль они одинаковые да если один из них не юбилей и акции там тоже но они могут различаться голосующие не голосующие но в целом все они одинаковые вы совершенно спокойно меняете один рубль на другой вот но вообще-то природа большинстве своем невзаимозаменяемых вы свою любимую кошку на другую кошку не поменяете потому что каждая кошка уникальная его для того чтобы в цифровых мирах начинать отражать суть мира в котором мы привыкли и оперировать не только с такими концепциями как деньги акции так далее с другого рода предметами была введена концепция невзаимозаменяемости так вот значит получается что non fungible token это некий уникальный предмет на блокчейне уникальный понятно да только что проговорили что что означает тот факт что этот предмет в блокчейне присутствие блокчейне придает цифровому объекту ряд очень полезных свойств кто хорошо понимает как работают блокчейны и какие свойства они обеспечивают цифровым предметом хорошо значит об этом поговорим подробнее смотрите я не буду прямо в деталях останавливаться на том как именно работает блокчейн но смысл в том что благодаря набору определенных криптографических технологий блокчейн делает очень сложным блокчейн вводит концепцию децентрализации когда эта сеть не обслуживается одним каким-то трастом доверенным лицом или узлом то есть например если ваши деньги лежат банки то на серверах банка хранится информация о том сколько у вас денег что эти деньги именно на вашем счету и так далее да у банка может быть несколько серверов но в конечном итоге администрация банка решает как распоряжаться этой информацией и только они могут вносить изменения в эту информацию вот если мы говорим о концепции блокчейна там нету единого лица принимающего решения все компьютеры а их могут быть тысячи которые обслуживают этот распределенный реестр они абсолютно равнозначны а действуют они между собой благодаря алгоритму консенсуса и таким образом блокчейны делают возможной децентрализацию и взаимодействие людей или машин которым не нужно больше доверять друг другу или доверять какому-то третьему лицу им достаточно просто следовать алгоритму и тогда все будет надежно и есть еще такой термин блокчейнах и mutable то есть неизменяемо ты не можешь злонамеренно несмотря на то что нету какого-то единого регулирующего органа и у тебя как участника сети есть ровно все те же самые права как и у любого другого участника сети ну вот ты не можешь попытаться и попытаться ты можешь но у тебя не получится злонамеренно своими правами воспользоваться и какую-то информацию недостоверную в эту сеть пропихнуть например рассказать всем что у тебя есть 1000 биткоинов или попытаться одновременно например свою криптовалюту потратить на две разных покупки вот благодаря алгоритмом проверки консенсуса у тебя это не получится так вот но но bitcoin про который все точно слышали да это блокчейн единственным смыслом которого является обеспечение передачи ценности он появился давно а в 2015 году виталик бутерин придумал что было бы неплохо чтобы вот этот вот это огромное количество машин которые обслуживают блокчейн она бы не только хранила данные о том как ценность передается между узлами но еще и чтобы было не только распределенное хранение да но еще распределенное выполнение каких-то операций одновременно на многих машинах с перепроверкой результаты этого выполнения и так появился блокчейн эфириум в котором стало возможным запускать смарт-контракты это как раз такие программы которые распределенно выполняются внутри блокчейна и как раз смарт-контракты и обеспечивают всю ту богатую функциональность благодаря которой сейчас сейчас так расцвел веб-3 это комплекс вот этих всех криптотехнологий да без смарт-контрактов не было бы nfc не было бы децентрализованных обменных бирж то есть вот этих децентрализованных финансов и вот этой всей истории так вот теперь мы понимаем что хотя бы чуть чуть примерно да как работает блокчейн и какие какие свойства он придает цифровым предметом смотрите если раньше у вас была гифка с котиком как на моем первом слайде да вот точнее у нее она у вас не была а вы ее нарисовали да вы ее автор автор любого цифрового произведения цифрового объекта вы его сделали и он вдруг всем начал очень сильно нравится вот естественно он по интернету распространился и у всех теперь есть копия это этой гифки с котиком и и совершенно непонятно какая какая из гифок является оригиналом непонятно кто ее создал и кому кому этот оригинал принадлежит как этот оригинал передавать если они ничем друг от друга не отличаются вот благодаря тому что эти появилась технология nfc которая позволяет эти объекты связать с блокчейном стало возможным сделать что стало возможным установить где этот оригинал благодаря тому что условно к этому оригиналу прикрепляется некий криптографический сертификат стало понятно в блокчейн стало возможно записать кто его сделал вот кому сейчас этот оригинал принадлежит и самое главное стало возможно удобным образом продавать и передавать этот оригинал так как это могло бы происходить в реальной жизни когда вы друг другу передаете продаете физический объект вот и как только вы это продали сразу становится видно в блокчейне в открытом что вот этот оригинал он принадлежит уже не вам другому человеку таким образом получается что благодаря технологии nfc стала возможным то что раньше было невозможно но было необходимо потому что мы все сейчас во многом конечно может быть не так сильно как хотелось бы живем уже в цифровых мирах и потребности в том чтобы продавать устанавливать собственничество и авторство цифровых объектов прозрачно надежно и удобно это давно было необходимо и только отсутствие технологии которая позволила бы это сделать не позволяло цифровым объектом стать цифровыми товарами и приобрести ту ценность денежную которую то есть приобрести цену в соответствии со своей ценностью ценности они уже имели цифровые товары да это и игровые скины например и что то еще вот а цены настоящей той которой они заслуживали уже не было поэтому если кто-то из вас слышал какие-то странные новости о том что картинки продаются за астрономические суммы там несколько по несколько миллионов долларов хотя это просто картинка с обезьякой вот дело конечно отчасти дело в хайпе но во многом дело в том что наконец-то цифровые объекты приобрели ту цену которые они давно заслуживали и это начало происходить то есть еще раз на инфти делает цифровые объекты цифровыми товарами это очень важно где сейчас применяется инфти конечно даже мы сейчас с вами говорили обо всем на примере именно цифрового искусства это было первое самое очевидное применение для технологии уникальных предметов в блокчейне и и конечно цифровое искусство стало пионером имеется в виду визуальное искусство вот но и аудио визуальное на самом деле в том числе вот есть отдельный рынок коллекционных предметов кто слышал про nba top shots никто а кто-то слышал да спасибо вот мне еще не очень хорошо видно да смотрите nba top shots это такая история в америке есть культура коллекционных предметов про бейсбольных карточек и ребята причем это не какие-то случайные люди это люди которые стояли у истоков и нефти там с игрой крипто китис еще в 2017 году вот они на самом деле после того как в семнадцатом году они положить не положили а очень сильно нагрузили блокчейн эфириума так что газ прям супер сильно вырос комиссии за транзакцию в сети эфириум очень сильно выросли они поняли что они должны сделать свой блокчейн с баскетбольными карточками и прочим весельем вот они его сделали вот как раз начале 21 года они подписались в америке с национальной баскетбольной ассоциацией и выпустили такие цифровые спортивные карточки то есть они взяли лучшие забросы за историю nba зацифровали эти видео моменты красиво оформили упаковали и вот знаете как в детстве были наклейки у меня был альбом там фифа 98 я собирал наклейки журнал вот тоже в таких красивых пачечках только в актуальных стали это все продавать и в начале 21 года за пару месяцев у них было 500 миллионов или 300 миллионов долларов объем продаж на них и панули тогда очень сильно ну вот и сейчас продолжают направление вот это спортивные развивать они подписаны с уфси например но пока еще и ничего не вышло в общем крипто банки про которых наверняка все слышали когда говорят про инфти почти всегда говорят про крипто банков или сейчас говорят про бородой пьях клуб это тоже именно цифровые коллекционные предметы игровые предметы тоже очень важное применение технологии потому что в игровом мире существует большая проблема люди тратят огромное количество денег на игровые предметы которые по факту им не принадлежат и которыми им разработчик игры хочет разрешает торговать не хочет не разрешает торговать вот если я купил какой-то меч себе наигрался им если есть удобный marketplace в игре ok его продам но если разработчик не хочет чтобы я это делал я его никогда не продам если ваш игровой предмет это nfc выполненные по соответствующему стандарту вы никак не зависите от разработчика игры вы всегда можете пойти на любой сторонний marketplace и продать его ну единственное в этих условиях конечно все разработчики понимают что нет смысла что-то запрещать эти делают свои marketplace а там есть еще фактор интероперабельности не будем на нем останавливаться если интересно про игры зададите вопросы и мы пообщаемся отдельно вот в общем-то nfc применяется в цифровом мире для чего угодно если это что угодно связано с отражением уникальности объекта вот например в дефай где традиционно господствуют как раз фанджи был токены взаимозаменяемые тоже можно применить nfc сформировать уникальный пакет из разных акций и он станет как раз уже уникальным невзаимозаменяемым предметом вот окей сейчас это все в основном цифра я уверен что скоро с помощью nfc будут будут токенизированы большинство цифровых и значительная часть не цифровых то есть физических товаров и вот об этом хочется сказать немножко подробнее да потому что у меня в заголовке есть такая тема как мета вселенная так вот что такое это вселенная это цифровые миры и вот как только цифровые объекты стали цифровыми товарами они они не просто догнали товары физические они стали лучше них почему потому что как только как только ушла вот эта преграда как только стало возможным их продавать стало понятно что вообще-то цифровые товары гораздо удобнее например для бизнеса да потому что если вы компания nike вам гораздо больше хочется продавать цифровые кроссовки потому что делать сделать 100 тысяч цифровых кроссовок стоит столько же как сделать один цифровой кроссовок и вот перевозить их не надо распространять их легко и удобно и а продавать их можно в общем-то за те же деньги поэтому конечно как любая крупная производящая компания вы бы наверняка хотели продавать все-таки цифровые товары вместо физических но есть одна небольшая проблема цифровые кроссовки нельзя надеть на ноги вот час выйти на улицу и чтобы они защищали ваши ноги от снега от соприкосновения с асфальтом и так далее почему-то глупые белковые люди пока не очень сильно хотят купать цифровые кроссовки у компании nike вот но способ решения этой проблемы наверняка будет найден потому что точнее он уже и так понятен и мы в эту сторону совершенно точно двигаемся это как раз мета вселенной и я уверен что все большие компании в эту сторону будут нас потихоньку двигать просто потому что им это выгодно вот дальше но есть еще есть есть еще другой момент на самом деле цифровые миры выгоднее не только злобным большим компаниям которые хотят нас всех обудить цифровые кроссовки но это выгодно и нам тоже потому что мир сейчас такой что наши новые религии это гуманизм и мы очень сильно ценим уважаем наконец-то до каждой свою индивидуальность свои особенности и не хотим не хоть и еще мы социальные существа да значит мы не хотим жить в идеале да в том социуме который не разделяет те же самые ценности которые разделяем мы и их если например до к вида с этим было ну не то чтобы очень просто но немного проще если вас например радикально не устраивает ваша страна или ваш город вы просто взяли и уехали в другой вот сейчас с этим стало немного сложнее мир снова стала закрыта мириться с тем что кто-то с кем вы не не разделяете общие ценности принимает решение за вас не хочется и хочется общаться и социализироваться в правильным для себя круги так вот естественно как это сделать в условиях закрытого мира это можно сделать в цифровых мирах то есть в тех же самых метавселенных и благодаря этому все 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 соответствующие технологии развиваются и даже я сегодня выступаю по видеосвязи хотя пять лет назад если бы я в какой-то причине не мог приехать скорее всего настолько удобного степко технологий для того чтобы все это обеспечить не было бы так вот получается чтобы цифровым миром к метавселенным мы двигаемся да это кстати сейчас перелеснется слайд там будут как раз показаны эти виртуальные кроссовки не от компании nike от компании гуччи вот что что лишнее подтверждение того что все уже все понимают и понемногу в эту сторону двигаются так вот к метавселенным получается нас двигают совершенно разные вектора с одной стороны это выгодно компаниям с другой стороны это интересно и полезно для нас самих с третьей стороны я поскольку погружен в это все я вижу как абсолютно разных сторон по кирпичику складывается технологический стек который делает появление цифровых миров возможным ну то есть вот во первых конечно и нефти как фундамент именно экономики таких цифровых миров виар и и ар технологии которые позволяют нам по-другому это все ощущать очень сильно развивается искусственный интеллект он развивается в разных областях но те применения которые связаны с метавселенными тоже развиваются очень активно потому что все эти миры нужно населять не только живыми людьми да но и какими-то нпс условно и вот за классных правильных нпс будет отвечать соответствующий искусственный интеллект и и я вижу как нужные алгоритмы прямо сейчас очень активно развиваются и и еще например искусственный интеллект умеет генерировать бесконечное количество ландшафтов для какого-нибудь виртуального мира и так далее вот поэтому я считаю что в ближайшем будущем переход от миров физических камерам цифровым абсолютно неизбежен как каким бы фантастично нам сейчас это не казалось вот наверняка это не будет сразу виртуальный мир потому что у нас еще очень много проблем задач и проблем не решено до для того чтобы полностью погрузиться в виртуальность мы все таки физические существа правильных капсул нет нужно какую-то физиологические потребности наши все еще удовлетворять но если возможно мы начнем с дополненной реальности вот и по крайней мере мир вокруг нас дополним соответствующими соответствующими цифровыми товарами например не обязательно будет покупать красивые красивый но неудобный наряд можно носить удобный очень комбинезон на котором просто есть qr-код очки очки дополненной реальности всех людей вокруг они этот qr-код считывают он привязан к вашему крипто кошельку они понимают что в вашем крипто кошельке лежит соответствующий толкин на соответствующий наряд и они просто видят что на вас этот наряд надет индустрия виртуальной одежды как раз для дополненной реальности сейчас тоже развивается очень быстро и активно есть несколько стартапов что что интересно кремниевой долине русская девушка делает один из крупнейших стартапов посвященных как раз виртуальной одежде ее пока в основном инстаграм примеряют но как как вариант например вот такой формат как как тот о котором я сейчас сказал вот и метавселенные это не зло они полезны потому что мы как люди почему как вид господствуем на планете потому что мы у животных есть объективная реальность и субъективная реальность все что их окружает лес вода это реальность объективная их переживание чувства эмоции которые доказано у животных тоже есть это реальность субъективная и только у людей есть интер субъективная реальность это то во что верит группа людей и мы всеми силами пытаемся эти интер субъективные реальности воплотить и вот когда но но по прежнему это возможно в очень ограниченном круге случаев ну вот деньги например очень хороший пример интер субъективной реальности они работают только потому что мы все в них верим а например не бинарность как и как вполне нормальная интер субъективная реальность какой-то группы людей она к сожалению нигде кроме их головы большому счету не существует а когда мы перейдем в цифровые миры мы сможем свои интер субъективные реальности превратить по сути в объективную потому что пожалуйста в цифровом мире сегодня сегодня ты можешь так себя идентифицировать а завтра так вот еще один фактор почему эта вселенная не только неизбежно но и скорее всего хороши вот если конечно не будет выглядеть вот так ждем пока слайд появится вот так окей и еще один небольшой момент на котором быстро остановлюсь если вы пришли сюда возможно вы заинтересованы в том чтобы что-то делать и если вы хотите что-то сделать успешно нужно естественно ориентироваться на нужды потребителей мы еще очень рано в этой сфере и до масс-маркета например цифровых товаров нам пока далековато и основным потребителем ваших товаров будет довольно узкая группа и специфическая крипто энтузиастов и технологических таких энтузиастов вот интересы и запросы свои и я в результате работы какого-то времени в этой сфере и экспериментов и маркетинговых и продуктовых и общение с людьми вывел вот такую формулу формулу зачем сейчас люди покупают нфти это 3f до finance это финансовая составляющая то есть спекулятивная составляющая покупают за тем что надеются что подорожает и потом продадут дороже flex покупают для того чтобы похвалиться если у вас есть крипто панк кайфово его поставить на аватарку в твиттере и все понимают что либо вы были в теме очень рано и сумели заклеймить бесплатного крипто панка либо у вас очень много денег и вы скорее всего snub dog у вас просто несколько крипто панков которых вы ставите на аватару вот есть еще flex такой flex в квадрате это когда вам в твиттере пишут какая-нибудь знаменитость и говорит продай своего крипто панка или продай свою мартышку там за очень много денег а вы им пишите не продам и еще это все скрините их twitter выкладываете и все другие нфти задроты приходят и вам аплодируют но чтобы так красиво flexi нужно сначала первую решить чтобы у вас было много эфира и вы не сильно в нем нуждались вот такое себе не очень многие пока могут позволить и секретная f которая сейчас пока играет не очень большую роль в структуре потребностей но я считаю что она не самая заметная но самое важное во первых ее роль будет точно достать а во вторых именно она хоть и маленькая но все меняет это как раз фан то есть возьмем даже play to earn игры внизу нарисован акси из игры акси инфинити самые популярные самые доходные сейчас play to earn игры вот несмотря на то что играют в акси инфинити не потому что в них интересно играть на для того чтобы заработать но все-таки это веселее чем копать яму мотыгой и именно поэтому на филиппинах очень многие выбирают вместо работы в оффлайне игру в акси инфинити и целые целые есть гильдии которые сдают в аренду этих акси тем кто хочет играть вот ну как примерно машины для яндекс такси и в общем просто потому что это весело и именно из-за этой f например я пришел в инфти потому что я услышал про эфириум и про смарт-контракты еще в 2015 году мне друг сказал слушаю вообще какая-то офигенная штука такой что смарт-контракты крипто ну ладно куплю эфирку вот и забуду про нее вот потом были айсио в 2017 я тоже так поэкспериментировал но это было неинтересно но когда потом я узнал об инфти это был мгновенный клик потому что о ничего себе здесь про искусство здесь про картиночки здесь можно там торговать какими-то смешными картиночками зарабатывать здесь можно делать прикольные проекты это весело вот и и и поэтому мы уже с командой вот год абсолютно фулл-тайм в инфти и инфти это такой троянский конь для крипты я это наблюдал в течение 21 года когда люди приходят ради прикольных картиночек вот а потом они уже втягиваются повышаются уровень крипто грамотности и уже начинают понимать что такое децентрализованные финансы и так далее и так далее вот и и уверен опять же да что с ростом совершенствованием средств производства и с экономическим ростом в целом до по планете 1 1 f будет в меньшей степени ее значение будет снижаться а ценность последний f и 2 будет повышаться поэтому ориентироваться когда вы делаете свой продукт пока еще на фан только на фан нельзя обязательно нужно обращать внимание на то чтобы это было понятно тем кто пришел сюда спекулировать но и без этого тоже нельзя какая-то доля фана быть должна был в своем первом проект с фаном явно переборщили вот но потихонечку исправляемся вот мы в общем подводя итоги самые главные поинты да почему нфти и метавселенные это не хайп это наше неизбежное будущее потому что мы идем к этому с разных сторон и разные потребности нас ведут туда а именно нфти делает цифровые объекты цифровыми товарами и таким образом является фундаментом экономики цифровых товаров вот то есть технология нфти надолго она появилась уже сейчас еще до полноценного внедрения цифровых миров а цифровые миры я думаю что ближайшее будущее у меня все спасибо буду рад услышать ваши вопросы да спасибо большое фил аплодисменты тебе на самом деле это человек который из нашей команды лучше всего знает матчасть поэтому сейчас сразу сделаем блок вопросов по матчасти кому нужно добрый вечер всем у меня вопрос все-таки такой российским немножко реалиям спуститься потому что я все таки понимаю это прикольная тема но баланс необходим все-таки между физическим миром в россии насколько я знаю законодательно запрещены расчеты блокчейне и я даже знаю что блокируют банковские карты когда люди пытаются обменять ну как бы приводят суммы вот связи с этим вопрос какую страну ехать чтобы каких стран странах заводить счета чтоб можно было спокойно жить в общем в этой реальности ну очевидно очевидно в любую страну в которой законодательно криптовалюта не запрещена я лично могу посоветовать португалию там лояльно лояльно относится криптовалютам хорошие хорошие законодательства в этой области вот мало того что не запрещено все это можно официально показывать плюс для тех кто переехал в португалию первое время будут налоговые льготы плюс там классные люди классная еда классный океан вот и я знаю что большой большой крипто кластер в дубае видимо что-то там тоже есть хорошая с этой точки зрения не зря же павел дуров там тусит да спасибо хотел задать во первых предыдущий вопрос у меня есть комментарий небольшой насчет страны очень хороший вариант это швейцария по поводу крипты целом там очень довольно таки располагающие к себе законодательства и там хорошая банковская тайна сейчас все проекты в основном швейцарии насчет вопроса я бы хотел спросить продал вообще в целом вот внедряете ли вы дал как децентрализованную организацию свои проекты что это новый тренд 2002 году play to earn и дал вот и по блокчейну почему именно эфир и как с газом вообще там обстоят дела не жалуются люди на то что много платит газа за вашей напишки спасибо да спасибо большое за вопрос такой углубленный по порядку да действительно да и play to earn пророчит большое будущее с одной стороны я склонен верить что возможно наверное сначала сначала да а потом play to earn по крайней мере даже то как начался 2022 год уже понятно что да у проектов появляется все больше но вопрос качества этих проектов наверное вы слышали там и про с по с дау и про маск дау и про физ дау и про вот эти вот все дау которые вознаграждают всех упоротых чуваков которые тратили миллионы на нфти в 2021 году вот кто из них соскамится кто из них сделать что-то по-настоящему важное вопрос в любом случае все вот эти эксперименты со социальными механиками на основании на основании крипты мне кажутся очень-очень важными и даже если 99 процентов из них провалится будет очень здорово если об один проект нащупает по-настоящему рабочие какие-то вещи да история в том что суть людей не меняется то есть появилась появилась вот эта технология дам можно анонимно и понятным образом учитывать голоса но нам еще нужна ментальная децентрализация как мне кажется потому что у нас сейчас не креатор законами а инфлюенсер иконами да то есть мы очень сильно и много говорим о технических аспектах децентрализации какой блокчейн мы например гоним на бинанс за то что он не супер сильно децентрализован да и так далее но при этом при всем мы не уходим от ментальной децентрализации да потому что мы подписываемся на инфлюенсеров многие торгуют просто по твитам сами знаете кого да и это как это сочетается с дау ну в общем пока не очень то есть нужно еще каждому осознать большую ответственность за самого себя прежде чем каждый человек будет внутри дал полноценным и активным участником что касается нас да у нас в планах тоже есть эксперимент из дау на 2022 год в нашем проекте вон и без мюзи клаб плюс гонефти о наших планах наверное дальше коллеги расскажут вот что мы будем делать ким и ким и коллекции хотим 2022 году выпускать ну мы надеемся что у нас тоже получится какие-то действительно полезные да у механики хотя бы самые простые но по-настоящему работающие применить добавлю что действительно мы дальше будем говорить про проекты про комьюнити коснемся дау и это будет присутствовать наших проектах как эта работа сейчас и в какую сторону мы хотим двигаться расскажем спасибо спасибо даже я сейчас закончу отвечать я еще просто не закончил отвечать на предыдущий вопрос там был еще вопрос почему мы выбрали эфириум блокчейн ночью очень просто потому что там больше денег сейчас вот газ действительно конский газ высокий но там сидят люди которые готовы го расплатить конечно все ною естественно и я сам лично ною когда за диплой контракта в моей нет мне приходится платить несколько тысяч долларов ну ничего не подделаешь ждем хороших player 2 решений они уже есть есть имют был x есть закосинк есть арбитрум как всегда наши мечтания и наши желания ограничены какими-то техническими штуками но может быть это и хорошо что желание обгоняют технические возможности потому что как только эта возможность станет понятно и отточенной сразу все очень быстро выстрелит потому что все уже хотят этим пользоваться они потому что это никому не надо вот пока мы на эфириуме надеюсь что опять же в 2022 получится поэкспериментировать с layer 2 решениями мне как технического специалиста очень хотелось бы спасибо там все да вопрос мариносина здравствуйте можно еще вопрос задать спасибо большое за презентацию было очень интересно но мне интересно еще интересен еще аспект освещения nfc как актива который может защитить подлинность документа то есть многие крипто энтузиасты они видят как раз nfc как оцифрованный документ в будущем который соответственно нельзя будет внести изменения то есть это не как токены которые можно продать да больше для фана а именно уже какое-то практичное применение в реальной жизни как вы видите реализацию в ближайшее время насколько это будет ближайшее время если будет смотрите защита документа защита документа криптографической подписью это то что работает прямо сейчас вот использование при этом использование еще но фанш был толкина просто сделает реестр этих цифровых документов или цифровых подписей к ним каким-то более удобно оперируемым вот и все то есть вам никто не мешает я пока не понимаю о каком вы из кейсе говорите защищенные передачи документов электронной цифровой подпись они уже существуют вот если есть необходимость в реестре таких подписей таких документов конечно это сделать с помощью nfc проще простого здравствуйте филипп меня зовут арутюн у меня так добрый вечер у меня да добрый вечер у меня много вопросов на понимаю часть ребятам будет задана вот к вам такой вопрос к примеру я музыкант у меня есть друзья художники и мы в процессе создания nfc и так далее вопрос номер один это право авторские права при продаже nfc что про что мы передаем мы передаем использование наших нашей интеллектуальной интеллектуальной собственности до наших произведений или что-то еще потому что ну допустим для меня это важно примеру если я музыкант я написал какое-то произведение как nfc это продалось смогу ли я к примеру в последующем использовать это в реально в реальном мире да не только цифровом ли я вообще могу полностью забыть об этом и еще такой вопрос почему я почему это говорю потому что к примеру по российскому законодательству авторское право не отчуждаемое отчуждаемое только право использования право пользования материалом вот и второй вопрос честно говоря удивился первый раз услышал что крипта в россии запрещена поскольку я слышал просто нужно платить за нее налоги да не знаю нет и пытаются ее пытаются запретить а пытаться запретить да ну пока не запретили вопрос он что какую организационно правовую форму выбирать при в дальнейшем при том чтобы была возможность как сказать обменять эту крипту то есть это что было и п самозанятый либо там если нас много о это и так далее вот такие вопросы спасибо да спасибо за вопрос очень насущный и непростой вопрос по поводу перехода авторских прав вместе с нэвти второй вопрос я с него тогда начну на него чуть проще ответить ну во первых пока не запретили но если хотят увидим и запретят есть схема по крайней мере до момента запрета была схема когда вы просто заявляете например да на и п свои крипто доходы как какой-то источник доходов и просто платите с этого 6 процентов например просто в момент обмена криптовалюты на фиатные деньги вы получаете эти деньги на и п какие-то бумаги на это оформляете декларируйте это как доход в общем есть юристы которые которые этим занимаются вот но боюсь что если наше государство взяло курс все-таки на запрет этого то лучше не лучше будет так не делать вот придется искать какие-то лазейки не знаю с контролируемыми иностранными компаниями там где доход открыть валют не запрещен или еще какие-то способы тут тут мне пока сложно сложно подсказать но выход всегда есть обменников очень много так я скажу вот значит отвечая на первый вопрос как сейчас это выглядит сейчас это выглядит так что каждый делает так как ему хочется и например один из самых известных nfc проектов это более дейп яхт-клаб они у них очень очень длинный на сайте про момент посвященный красавторским правам и они говорят о том что на каждый конкретный токен то есть вот на это изображение абсолютно все авторские права принадлежат его текущему владельцу вот и и уже есть случаи когда люди например выпускали коллекцию крафтового пива на этикетке был изображен было изображено их мартышка которые у них в виде толкина да и каждая коллекция это прописывает просто у себя на сайте так как им кажется правильным другой вопрос что это по большому счету костыль связанный с тем что и лифте они находятся уже в децентрализованном мире да это уже объекты на блокчейне объекты как с которыми оперирует смарт-контракт а большая часть другого мира на блокчейне и с помощью смарт-контрактов не оперирует то есть и получается так что здесь вроде бы мы боремся за децентрализацию этот объект он на блокчейне вот но другие какие-то аспекты его использования нам приходится обращаться к устаревшим централизованным практикам но мы в самом самом начале пути и такие костыли неизбежны в идеальном мире это выглядит так что вообще вся экономическая активность происходит и связана с блокчейном пусть от разные блокчейны но все это эффективно связано между собой кросс чейновыми решениями и и вы ничего ничего не пишите какими-то непонятными договорами а все это просто прописано все права на использование там и на соответствующие royalty прописаны в смарт-контракте и все происходит автоматически безо всяких юристов и безо всяких отслеживаний вот ответил на вопрос про авторские права или есть еще дополнительные какие-то вопросы потому что тема интересная действительно смотрите я не слышу если без микрофона кто-то говорит я поняла есть вопросы есть продолжение но у нас есть еще большой второй блок поэтому сейчас с вами остановимся с этим блоком фил остается с нами на связи когда мы закончим полностью лекции самые большие крипто энтузиасты могут остаться и продолжать задавать вопросы ты же с нами да тихим слушателем да да конечно я буду слушать через все возможные объекты мы сейчас поделимся всей информацией которые вам принесли сегодня а в конце можно продолжить не выходить из зум а запись до можно остановить так поехали и музыкальной индустрии почему мы углубляемся именно в эту тему потому что а это сейчас основная специализация нашей команды б потому что это одна из новейших сфер нфти и работы в нфти как уже упомянула все это зародилось и вышло из гейминга из-за визуального диджитал искусства а музыка только находит свой путь в нфти и сразу скажу что у нас нет ответов на все вопросы мы также экспериментаторы мы также учимся на своих ошибках учимся на практике но рады поделиться тем что мы уже сами знаем для начала такой вот overview чтобы обозначить в целом как бы потенциально что вообще может делать сейчас музыкальный артист в нфти и зачем ему это пункт педро объединит различные способы самовыражения в один многогранный объект нфти это его преимущества и уникальности то что он объединяет себе разные формы искусства это не только аудио-визуальные объекты это может быть всем чем угодно что вы можете придумать и когда у музыканта артиста есть необходимость какого-то выражения нфти отличный ресурс чтобы сделать это не ограничиваясь только музыкой усилить промо компанию выходу нового материала это то что уже происходит то есть есть одна аудитория основная ваша фанатская но ваш условно артиста которые и так знает где за вами следить и смотреть а есть в целом и первопроходцы и клипты не клипты энтузиасты которым интересны новые механики или более уникальная связь с артистом так например делал за выкидки так давно своему последнему альбому он также сделал нфти триптик который успешно и прекрасно продал это инфопевод это хайп это шум это интересная пресса это интересная аудитория организовать краудфандинг немногим в этом задумывается на самом деле нфти это тоже отличная краудфандинговая платформа при которой вы можете использовать не просто стандартные инструменты вознаграждения как я отправлю вам автограф диск с автографом еще что-то смарт-контракты можно зашить совершенно разные вещи и вы действительно можете поделиться со своими аудиторией уникальными объектами дать им часть ваших музыкальных разработок поделиться раритетными штуками дать уникальный доступ на всевозможные концерты и все это будет реализовано автоматически конечно тут еще важно продумать систему взаимосвязи с реальной жизнью если это касается каких-то еще реальных объектов дать вторую жизнь неизданным материалом или редким творением нфти люди покупают для того чтобы хайпануть перепродать но также есть действительно ценители и коллекторы которые коллекционеры которые покупают их за свою уникальность поэтому какие-то редкие демки если вы действительно уже такой устоявшийся артист или какой-то материал совершенно не похожий на то что вы обычно издаете все чем вы можете удивить это круто выпускать именно форме у них все что придаст еще больше уникальность объекту прошли свое комьюнити суть в том что крипто мир это пока действительно своя особая история в которой присутствуют и активничают люди в это погруженные этим активно интересующиеся поэтому даже когда музыканты и артисты выпускают свои нфти основной аудитория является не только их фанатская аудитория а именно крипто аудитория вопрос только в том как ее достичь и для этого нужно использовать определенные маркетинговые ходы и действительно знать где ее найти но это хороший способ обратить внимание на свое творчество ту аудиторию которой еще раз невозможно не знакома и соответственно возможности во многом ограничены только вашими идеями потому что действительно чем больше мы в этом экспериментируем чем больше мы в этом варимся тем больше мы открываем на себя ага а еще так можно было а еще так можно было и это даже оказывает все новые новые выходящие нфти которые сейчас релизятся большими артистами а например вот этих вот мартышек World Axe Yacht Club их три или четыре штуки я забыла выкупил Major Label Universal которые теперь хотят из этих нфти делать мегагруппу и это уже будет совершенно иная форма реализации нфти в цифровом и в реальном мире и на самом деле причем и предудачи я хотела спросить может пожалуйста поднять руки кто вообще как-то связан с музыкальной индустрией здесь и музыканты, артисты, менеджеры прекрасно спасибо значит все таки большей части аудитории это может быть интересно соответственно какие у нас основные два новых направления работы и возможности для артистов нфти первое это возможности творческой реализации новые новые возможности к экспериментам и второе конечно новые источники дохода и как бы мы себя не обманывали все в первую очередь заходят в нфти для того чтобы заработать денег а как это сделать это сложный вопрос потому что уже были даже неоднократно случаи когда достаточно крупный артист на своем локальном или даже на глобальном маркете вдруг выкидывал нфти коллекцию она совершенно не продавалась и никому это не нужно было и на это есть особые причины люди все таки не дураки хайп хайпом а когда артист совершенно не касаясь этой темы до этого не выражая свой интерес в этом не завлекая не только свою но и криптанскую аудиторию вдруг выпускает коллекцию типа покупайте понятное дело что это все наживное и аудитории не видят в этом ценности от того коллекции проваливаются и таких большинство и от того кажется многим что нфти это все фигня это непонятно про что а проблема в плохой реализации в непродуманной механике и в отсутствии какой-либо ценности стоящей за этими нфти соответственно что касается творческой реализации что позволяет нфти общими словами первое это кросс жанровые объекты искусства в целом это всем понятно это первое что приходит в голову когда ты думаешь обойти и зачастую к сожалению музыканты и артисты вообще люди которые не глубоко в этой теме придумывая свою коллекцию они ограничены тем что а это будет картинка с такой-то музыкой или в такой-то форме но на самом деле это гораздо больше чем просто картинка и здесь важную роль играют именно уникальные блокчейн механики почему эти вещи могут стоить дорого эти вещи могут на них можно много зарабатывать потому что еще не так много людей которые действительно разбираются в технической части и когда это интересная механика она очень высоко ценится потому что это может быть одна вещь вытекающая из другой аккумулирующиеся в общие вещи платформы игровые истории это действительно отдельный большой мир когда выпускаются обычные коллекции стоящие из картинок которые в дальнейшем не несут за собой никакого продолжения и ты не понимаешь что с этим делать тогда это скучно когда у тебя есть потихоньку складывающая цепочка каких-то активностей взаимосвязей того что тебе ловят NFT тогда это другая история тогда коллекция живет развивается ее ценят ее перепродают и в итоге выгода всем и покупателям и издателям этой коллекции и соответственно аудитории геймификация здесь получается что можно не просто что-то дать людям но и продолжить взаимодействие с ними это вышло из гейминга и на самом деле вот этот пункт фан и пункт геймификации очень ценится аудитории и артист может дать своей аудитории возможность не только что-то одноразово потрогать но и с этим поиграться делать там какие-то базовых вещей делать микстейпы складывать из разных NFT проходить какие-то уровни узнавать глубже про жизнь артиста и в этом и есть вот этот вот затягивающий, завлекающий элемент децентрализация творчества и ко-креатинг это тоже в целом все перекликается и с последним пунктом особый контакт с аудиторией то есть выпуская NFT ты можешь привлечь к созданию совершенно разных людей которые будут в равной степени обладать правами того или иного объекта и более того уже сами NFT могут быть инструментом создания чего-то нового таким образом артист приглашает свою аудиторию своих холдеров и покупателей к тому чтобы из того что подарил предоставил он им создать еще что-то новое вместе Марина сейчас немножко расскажет про какие-то реальные примеры чтобы было вот это вот абстрактное понять проще о чем я говорю очевидные вещи вы можете погуглить например кто хоть немножко гуглил NFT музыку все знают про Слук Дога который залетел в стендбокс метавселенную и строит там вообще свои кластеры и собирается рулить музыкальной индустрии все знают про Стива Орки который создал свое комьюнити если нет это как бы очевидные вещи которые вы можете погуглить мы хотим поделиться с вами теми кейсами которые нам кажутся наиболее интересными всем добрый вечер хотелось бы рассказать о нескольких линиях афотоксальных проектах чтобы не быть голословными хотелось бы рассказать вам какие механики существуют какие механики можно использовать потому что на самом деле есть в принципе два наверное самых простых и очевидных направления можно просто выпустить свой трек или даже целый альбом на специальном маркетплейсе о них мы тоже чуть позже расскажем можно выпустить более сложные варианты NFT коллекции чаще всего в случае музыкантов это аудио-визуальные достаточно часто это некий арт созданный в коллаборации с художником 3D арт часто это антопоморфные существа и это может быть что-то анимированное вот в частности если мы будем говорить об одной из таких относительно современных коллекций это ноябрь-декабрь 21 года в коллекциях она выпустила американский рейдер Тимблэд приурочена она к выходной идеи Озера Ноа что он сделал? он вместе со своей командой выпустил аудио-визуальные NFT в которых есть уникальная анимированная картинка и есть некоторые элементы треков которые вошли в эти токены то есть это какие-то битвы стены которые прикреплены в каждую дорожку и выпущены в виде токена но все было бы слишком просто и слишком банально если бы он хотел чтобы его аудитория эти токены купила и просто не владела конечно такая система уже никому особо не интересна никого этим не купишь поэтому он решил пойти на более сморчный контакт с аудиторией и дело в том что эти NFT можно ремиксить то есть как раз это очень дальше говорило по клиентам когда происходит новый уровень взятия аудитории и музыканта они могут фактически что-то творить коллаборативно пусть и в неком удаленном варианте и те кто покупал больше двух NFT из этой коллекции они получали доступ к специальному приложению в котором они могли непосредственно ремиксить эти треки те кто покупал если не ошибаюсь больше пяти они уже получали в виде NFT токена целый трек то есть это по сути некая плюшка которую ты получаешь адаптивно за то что ты активно вложился в его коллекцию следующий интересный пример это как раз здесь механики просто выпуска трека но опять же можно не просто выпустить трек можно сделать несколько более интересные истории так сделали Дэдмаус и Португл ДМН они выпустили сингл в виде миллиона копий и канал из людей намекает вопрос если это миллион копий одного и того же трека в чем уникальность в чем суть NFT они связались с художниками которые сделали каждому из этих токенов уникальный арт соответственно трек один и тот же но при этом картинка создан некий визуал этого аудиовизуального NFT он разный Ози Уотборн возбегла о том что он пускает свою коллекцию под название криптобетс это мутирующие летучие мыши и мутирующие они потому что согласно внутренней легенде на самом деле коллекции NFT достаточно важно создать некий лор для того чтобы создать ей культурную ценность эти мыши будут пусать другие NFT в крипто кошельке владельцев и за счет этого мутировать то есть изменять свой вид соответственно это нас приводит к еще одной механике то что NFT которое вы покупаете не обязательно останется в этом первозданном виде навсегда действительно одна из популярных ныне концепций это делать NFT которые могут видоизменяться со временем за счет каких-то ваших действий разработчиков коллекции и так далее и эти криптобетс конечно будут взаимодействовать не со всеми NFT авторы этой коллекции которые в своем доме работали это люди которые работали и с вордэйти акклаб и с киберконгами area of friends тоже были совершены в декабре коллекции если кто-то может быть слышал 5 или 6 по-моему коллекций с которыми сейчас анонсировано официально что будет криптобетс взаимодействовать но вполне возможно что этот список пополнится соответственно можно выбрать одну из NFT перечисленных коллекций дать этой летучей мыше ее укусить условно и эта летучая мышь мутирует скорее всего перенимет некие черты другого NFT на себя но при этом также было анонсировано что именно в рамках этой коллекции только один раз одна летучая мышь может укусить какой-то другой NFT чтобы сделать все еще интереснее они решили напустить ну пока это анонсировано примерно на весну-лето этого года будет дражер хан в котором будет сап-коллекция криптобетс, ancient bets это будет ограниченное просто криптобетс их около 966 это будет еще более ограниченное количество каждое из этих мышей будет нарисовано одним из топовых художников в криптосреде и эти мыши будут раскиданы по всему миру если там кто-то помнит наверное мы пытались вспомнить как раз сегодня с Жорой какой-то был год, наверное там 15-16 когда был пик популярности покемонов и все бегали по всему миру пытались их собирать вот примерно такая же будет ситуация то есть будут вкидываться пасхалки о местоположении этих мышей будет там интерактивная карта и люди смогут их находить сканировать какой-то код и получать свой криптокошелек в виде NFT и уже как раз таки ancient bets будут иметь возможность 99 раз укусить другие NFT то есть они мутируют скорее всего до неузнаваемости поэтому здесь простор для творчества может быть фактически бесконечен спасибо соответственно ну как бы вопрос почему все эти большие артисты и музыканты идут в NFT с одной стороны очевидны новые возможности новая opportunity с другой стороны на самом деле экономика и пандемия диктует высокий рост работы и развития музыкантов в NFT сейчас немножечко такой базовый ликбез если кто-то там на изначальном уровне с чего вообще зарабатывают музыканты если что мои коллеги в музыкальном бизнесе я прям супер широкими мазками один из самых основных сочников заработка особенно известных музыкантов это живые выступления второй он в последние годы соперничает со стримингом это продажи непосредственно своей музыки роялтис и доход стриминговых сервисов это коммерческое партнерство контракты и соответственно продажа мерча это основные вещи которые активно приносили доход до пандемии какую ситуацию нам принесла пандемия соответственно то что касается живых выступлений здесь все понятно шутки ограничения невозможно путешествовать невозможно строить туры я сама занимаюсь организацией концертов иностранных артистов и мы уже просто второй год переносим по 3-5 раз все концерты а то и отменяем потребность в контакте аудитории и артиста не только в том чтобы работать на этом но в целом чтобы поддерживать связь она нужна от того начинают происходить более активные заходы музыкантов в метавселенной в NFT потому что просто живых трансляций становится недостаточно там отсутствует человеческий фактор который нам пока сложно представить что он активно присутствует в метавселенах но так оно и есть и поэтому изучаются все новые и новые способы проведения перформансов в диджитал мире все видели ну не все это странно утверждать наверное многие хотя бы видели красивые перформансы Трейса Скотта и Аннеграны в фортнайт не зря Snoop Dogg уже ранее упомянутый пытается построить свою вселенную и свой кластер в сэндбоксе для того чтобы проводить мероприятие и даже мы сами у нас вот коллекция для music lovers и музыкантов и у нас есть земля в метавселенной криптовоксе или мы там устраивали вечеринки просто через видеотрансляции или через выступление артиста в виде аватара но это все супер базовое как знаете ролл в пиксельном виде но даже с такой графикой заходя с аватаром на вечеринку ты чувствуешь себя иначе ты реально чувствуешь причастность к комьюнити соответственно что касается продаж альбомов и особенно физических носителей это тоже они последние годы упали в связи с привычкой flat conception это стрим прослушивание причем прослушивание не альбомами что становится все реже а синглы и пи быстрое потребление тикток диктует свои тренды я сейчас стану за свои подсказки соответственно в чем проблема хороший заработок непосредственно артистов на стриминге то что зачастую большую часть получают лейблы если артисты подписаны на лейблы им остается в итоге там 0 0 0 какая-то десятая часть зависит конечно от контракта один лейбл роется другому но что касается менеджеров там действительно такая ситуация коммерческое партнерство сейчас тоже приобретает новые формы опять-таки в связи с тем что нет возможности делать мероприятия людям ходить на эти мероприятия соответственно нужно находить новые варианты применения имиджа персональти селебрити для того чтобы привлечь внимание аудитории и мерч большая часть продаж его обычно всегда происходило в процессе туров на концертах артистов сейчас этого нету сейчас только это онлайн продажи но они все-таки составляют меньшую часть и здесь тоже доходы артиста падают в связи с этим вот этот вот весь интерес музыкальной индустрии артистов их доход в NFT это не только хайп это действительно необходимость а как нам жить сейчас в связи с пандемией как нам реализовывать свое творчество как нам зарабатывать на этом как нам иметь лучший контакт со своими фанатами если что вот например аватара Ариана Грандет я не видел у нее действительно очень красивое выступление в рамках проекта с Fortnite но нужно упомянуть что это не какой-то лайф это ну то что вы видите на ютубе это записанная вещь но часть игроков в Fortnite действительно могли ее посетить и своими персонажами погулять рядом с ней побыть вы можете в видео на ютубе посмотреть как они прыгают по ее плечам и все остальное действительно это фантастически красиво то что они сделали соответственно если вы решаетесь зайти в NFT и в случае успешного развития стратегии вашей коллекции как NFT увеличит ваш доход во-первых это упомянутая ранее новая аудитория мы сейчас работаем с рядом артистов для которых мы разрабатываем коллекции это международные артисты и у них достаточно развитые высокие имена имидж последователи но даже с ними и даже они это понимают мы обсуждаем что нам подавать их коллекцию нужно будет не на их фанатскую аудиторию а скорее большая часть аудитории именно в крипте то есть сейчас мы еще на той стадии когда проще крипто аудиторию убедить в покупке коллекции рассказав о ее ценностях интересных механиках в дальнейшем развитии что они получат в будущем чем обычную аудиторию артистов фанатскую завести в крипту потому что есть вот этот вот страх но благо образование просветительской деятельности развивается и мы точно не отшиваем эту аудиторию и мы работаем с артистами как раз для того чтобы через большое имя и через какую-то просветительскую деятельность объяснить людям что это не страшно почему это может быть интересно и в чем ценность для них обладание той или иной NFT коллекции ее элементом соответственно альтернативные предложения зайдя в NFT артист может зарабатывать не только музыкой но и другими формами своего творчества условно говоря в какой-нибудь смарт-контракте мог бы отлично продавать свои картины в NFT являясь художником но имея большее имя как музыкант это то в какую сторону стоит вообще смотреть артистам которые занимаются каким-то альтернативным творчеством помимо музыки также здесь важным фактором является полное обладание правами в той степени в которой вы захотите вторая часть тоже важна потому что в смарт-контракте реально вы можете прописать вы отдаете продавая NFT вы отдаете полностью права на владение тем что она представляет холдеру или вы все-таки разрешаете пользоваться в каких-то исключительных условиях в определенной среде то есть как Филу помил ранее мартышки они отдают полное обладание имиджем образом картинкой своим холдерам а крипто банки другая старейшая коллекция они как раз не разрешают своим холдерам использовать изображение без их разрешения они оставляют это за собой в смысле использовать изображение в коммерческих целях рекламные компании брендинг или еще что-то холдеры могут использовать изображение только в личных целях и перепродавать данные объекты ну и соответственно развитие карьеры в метавселенной это на самом деле немножечко параллельная история не зависящая от уровня популярности артиста в реальном мире то есть артист который популярный в реальном мире может плохо продать свою коллекцию в крипте или не собрать на своем выступлении метавселенный народ потому что в метавселенных и в криптом мире все касается и все базируется на комьюнити на чистом интересе принимают своих если артист действительно показывает что он развивается в этой теме она интересна вы потихоньку потягиваете в себе свою аудиторию для этого нужно покупать для этого нужно заходить в другие комьюнити общаться если же артист просто выпустил коллекцию с целью продать на хайпе своего имени в обычном физическом мире то это часто не работает в NFT мире есть свои музыкальные чарты есть свои тусовки и очень часто заходя туда можно встретить на пике популярности те имена которые в жизни не слышали в обычном мире просто потому что это альтернативная реальность где есть возможность построить свое имя и карьеру как артиста с нуля это вот вам как пример криптовоксель и наш клуб где мы устраивали вечеринки для холдеров нашей коллекции вонебис и для гостей и всякие промо-вечеринки понимаете уровень графики уровень вовлечения но даже при том что это вот такие вот пиксельные истории с иногда просто трансляцией выступления артиста на экране это действительно привлекает людей и это дает свой байк и ты чувствуешь себя частью этого мира и это говорю вам я человек который на самом деле очень далек был от этого еще недавно и я больше про лайв-ивенты про природу и вообще вот это вот все соответственно сейчас я передам слово Жоре человеку который у нас работает напрямую с комьюнити с музыкантами сам является музыкантом для того чтобы все то что я обозначила широкими мазками немножечко дать к этому практику и рассказать что же делать музыканты в NFT и крипто среде соответственно в зависимости от вашего уровня популярности и ваших ресурсов есть те и иные способы развития там я просто хотела сразу сказать не каждый артист может стрелять в NFT но при этом может стрелять тот от кого и не ожидаешь соответственно какие есть критерии развития и ключ к их успеху передаю слово Жоре всем привет на самом деле очень классно здесь с вами находиться когда-то я сюда ходил тоже на лекции когда только переехал в Москву и начинал заниматься музыкантами сейчас выступает прикольно поближе 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 хорошо конечно смотрите вообще на самом деле заниматься NFT и всей этой истории не так сложно как оно кажется несмотря на все эти смарт-контракты и прочую историю есть просто несколько уровней погружения того насколько вы вообще в этом можете хранить да и понятно первый вид это стриминг потом стандартные смарт-контракты кастомные смарт-контракты контракты и уже построение какого-то собственного там дал комьюнити и так далее для всего этого просто нужны разные специалисты и разные уровни знаний можно ли какие-то да криптостриминг короче самый первый уровень входа самое простое на что может залететь абсолютно любой музыкант лейбл и так далее почему это просто потому что здесь больше не нужны никакие посредники не нужны дистрибьюторы вы можете зайти на любой из этих стримингов которые здесь указаны кроме он через мюзик потому что это дистрибьютор кстати и просто начать слушать музыку либо начать выкладывать туда свою музыку все это строится на блокчейн механиках за счет чего происходит полная децентрализация контроля того как формируются плейлисты потому что люди формирующие плейлисты получают деньги за прослушивание плейлистов музыканты начинают получать деньги за каждую секунду прослушивания их трека и на том же самом на втором стриминге иментип который называется так на нем вы когда прослушиваете чьи либо песни вам снизу сразу приписывается что за такое-то количество прослушивания музыкант получит столько достаточно удобно моментальные выплаты нет посредников смарт-контракты исполняют всю нужную работу я бы добавила почему это еще важно потому что на обычных триминговых сервисах музыкант получает деньги где-то только после 10 секунд прослушивания а где-то после 30 поэтому Жора говорит что с первой секунды здесь уже музыкант получает отчисления да и более того здесь какие-то либо предложки и подобные вещи не формируются за счет кураторов опять же централизации здесь нет поэтому все это строится на алгоритмах которые учитывают голоса людей которые вложились в этот проект купили их нативный utility токен сейчас далеко в это не буду уходить это просто крипта да которую создают себе какие-либо организации для утилитарных функций вот она точно так же переводится в любые другие криптовалюты выводятся фиатные деньги и тому подобное вот соответственно здесь не нужно никому доверять здесь не нужно ни на кого полагаться здесь вы можете просто сами зайти и все сделать кстати вся моя презентация выглядит достаточно странно это состоит в основном только из ссылок потому что криптомир он безумно быстро развивается несмотря на юность некоторую этой сферы и самый лучший способ вообще понять эту сферу это просто идти и пробовать идти и изучать самому бегать глазами просматривать здесь я постарался собрать именно то с чего вам явно стоит начать если вы еще с этим никак не были связаны вот хорошо криптостриминги дали нам какую-то децентрализацию в плане прослушивания музыки также они позволяют взаимодействовать с аудиторией где потихонечку появляются механики да уже что делать дальше я не хочу просто продавать свою музыку мы переходим уже к каким-то более интересным механикам блокчейна да мы можем начать использовать стандартные смарт-контракты которые встречаются на всяких OpenSea и так далее что они позволяют сделать они позволяют вообще вот этим сертификатом NFT можно подписать ведь не только картинку и можно подписывать в целом любой цифровой объект соответственно здесь мы начинаем с вами предлагать людям не просто послушать вас а попробовать окунуться в ваш внутренний мир и рассказать какую-то историю артиста потому что за любой музыкой за любым творчеством всегда стоит какая-то личность какой-то персонаж и история соответственно что здесь мы можем сделать помимо того что мы выпускаем музыку мы ее можем сопоставлять с любым абсолютно другим цифровым объектом пусть это будет картинка это могут быть ваши скетчи это могут быть демо версии ваших песен ваши заметки вы можете также здесь передавать им права на свои песни здесь вы можете то есть допустим человек покупает на OpenSea вашу картинку с песней да и вы говорите что с этой картинкой ты можешь прийти на любой концерт в любой точке мира соответственно для того чтобы это проверить есть куча всяких инструментов потому что абсолютно все транзакции записываются в научение так уже сказал проверить у кого на каком кошельке лежит та или иная NFT либо вообще крипта не составляет сложности можно зайти на какой-нибудь колоплен поставить тот же самый дискорд хоть куда угодно колоплен который достаточно быстро связываясь с метамаском кошельком кстати с кошельком обладателя NFT проверяет есть ли действительно его кошельки это NFT если да он спокойно проходит на концерт и все именно поэтому многие другие музыканты начинают делать чуть-чуть другую механику и создавать приложение специально да чтобы именно с приложения ты мог показать что да все я владею этой NFT тебя сразу пропускали очень удобно очень просто и так далее при этом у самих этих маркетплейсов есть тоже несколько на самом деле уровней есть вот эта вот тема может быть опенсим он общедоступный прийти туда и выложить что свое может абсолютно любой человек единственное если ну единственное нужно заплатить за то чтобы вообще выложить туда к концу комиссию но при этом если вы релите на полигоне то там нет комиссии это вообще бесплатно вот соответственно при этом есть какие-нибудь Rarible нефтегейтвэй и так далее это ребята которые уже стараются контролировать контент который вообще происходит на их маркетплейсе соответственно там есть определенного рода кураторы которые сперва проверяют твои идеи после этого уже помогают тебе появиться на их маркетплейсе соответственно доверие к таким маркетплейсам намного выше но и порог входа на них выше вот здесь начинает зарождаться мысль того что музыка и крипта они эти обе сферы про идею и соответственно когда человек здесь на этом этапе маркетплейса покупает какую-то твою NFT то это значит что человек поверил в твою идею и это интересный момент к которому мы вернемся чуть-чуть подальше сейчас можно даже переключить да и если мы с вами не хотим хотим чего-то более технологичного окей мы отдали свое сердце фотографию бабушки и свою песню в придачу на каком-нибудь OpenSea все на это посмотрели ну прикольно хорошо прочитали твою историю тоже вроде бы прикольно но хочется чего-то больше здесь на этом этапе это уже немного сложнее потому что нужно писать смарт-контракты кастомные вообще это будет говорить о том что когда человек что-либо у тебя покупает срабатывает некий смарт-контракт который должен исполнить какое-то определенно заранее обговоренное написанное условие правила и здесь начинает появляться абсолютно новый мир NFT где уже нету каких-то исключительных границ между покупателем в формате музыкант слушатель либо просто художник и криптан который хочет побыстрее продать твое NFT а здесь вы становитесь человеком партнерами потому что сейчас немножечко расскажу поподробнее про вот этого Спотти Wi-Fi вообще кто-нибудь слышал про этого Спотти Wi-Fi прекрасно я на это и рассчитывал но смысл в том что понятно любого большого артиста найти можно так или иначе Спотти Wi-Fi это музыкант которого не знал абсолютно никто и он вообще никому не нужен был до тех пор пока он не выпустил свой первый сингл с помощью блокчейна с помощью NFT как это вообще произошло краткая вообще краткая история был чувак не знает никто его имени он пытался заниматься музыкой очень долгое свое время у него ничего не получалось и параллельно с этим он начал заниматься криптой занимался занимался случайно когда услышал про криптопанка склейнул криптопанк еще по-моему бесплатно на тот момент ну и окей они начали с ребятами организовывать какое-то свое дау и внутри этого дау они начали вообще думать о том а что мы можем сделать с этими криптопанками как мы можем поднимать себе цену что мы вообще в целом как комьюнити как сообщество можем тут выяснилось что Спотти Wi-Fi рэпер к слову и надо этот талант как реализовывать тут вот интересный момент наступает а типа что с этим делать просто выпустить неизвестного рэпера скучно наверняка у многих музыкантов я не знаю сколько здесь музыкантов но бывают проекты знаете когда что-то прилетела какая-то абсолютно крутая мелодия в голову ты ее записал послушал думаешь блин классно начинаешь прописывать к этому какие-нибудь ударные и вот ты прописал первую вторую десятую сотую партию все как-то звучит ты попробовал кандри я не знаю лоу фай и все это в итоге тебе надоело и ты такой ну ладно окей я выкидываю этот проект куда-нибудь на жесткий диск а жесткий диск потом кусок а с пути вай фай решил это продать и все что он сделал это написал всего одну песню но с множеством видов аранжеров разных аранжеров причем как он разложил по моему бас да sounds это гармония drums это да точнее вот эти три компонента он просто и эти три компонента написал по моему в восьми разных стилях каждый потом он их все перемешал с разным шансом выпадения и соответственно просто сказал что типа чуваки теперь вы можете покупать NFT вам будет попадаться все время уникальная поэриописи которую никто не получит круто круто таким образом один трек стал у него моментально получилось кучу разновидностей звучания редкость да сразу какая-то увлеченность у людей коллекционирование началось и самое прикольное что как определить вообще насколько редкая твоя песня которая тебе выпала потому что мастер трек проанализировать достаточно сложно в отличии от картинки чтобы проанализировать картинку тебе можно зайти на и посмотреть насколько редко тебе NFT попалась песни такое сделать на данный момент не получится решение абсолютно простое он просто связал вот эти компоненты песен с определенными компонентами которые идут вместе с этими песнями и соответственно когда тебе выпадает я не знаю какой-нибудь металл бас то цепочка на персонажа на картинке начинает соответствовать именно этому басу и таким образом люди смогли спокойно определять то насколько у них редкая песня и насколько у них редкая картинка великолепно но что с этим делать дальше люди которые покупают тебе эти песни они могут купить на самом деле не одну и это очень частые случаи вообще потому что даже в нашем вон здесь мюзик клаб есть люди у которых одна наша NFT а у кого-то их сотня окей теперь их всех можно собрать в комьюнити потому что это огромная платежеспособная аудитория которая не просто отдала тебе свои деньги она инвестировала в твою идею и теперь так как она стала инвестором твоей идеи она заинтересована в том чтобы твой продукт рос в цене точно так же как и ты отсюда и начинают формироваться все вот эти дау механики на самом деле просто в общей заинтересованности успеха проекта людей конечно прекрасно было бы прийти к тому чтобы исполнительскую роль исполнительскую роль на себя взяли бы смарт-контракт к сожалению пока это больше концепт нежели реальность но однако не знаю повести допустим в какой нибудь дискорд поставить туда бота который будет отслеживать сколько у этого человека NFT супер простая задача собрал их всех групп поставил другого бота который анализирует каждую идею которую присылают комьюнити люди из комьюнити они моментально выходят на голосование люди голосуют тебе прилетают уведомления что из этого побеждает и ты это реализовываешь и это уже какое то более или менее дау но нужно понимать что это организованная огромная команда которая взаимодействует друг с другом которая готова вкладывать свои деньги и силы в ваш проект по моему это очень круто потому что в NFT на самом деле достаточно высокий порог входа в плане финансовый и далеко не все люди могут себе там позволить NFT за 0,1 эфира потому что это что толку трех по моему тысяч долларов сейчас или а 3,3 спасибо большое вот соответственно в чем проблема со всеми третьими средствами смарт-контрактами потому что проблема в том что они не реализуемы на стандартах вот этих всех площадок типа OpenSea вам нужен свой собственный кастовый marketplace сайт веб 3.0 и на котором вся эта механика собственно и будет реализована поэтому здесь вам уже нужны программисты вам нужны дизайнеры маркетологи и так далее и так далее и так далее но при этом все кстати да пожалуйста если вы хотите начать заниматься NFT установите мета маску из него ничего не выйдет я вам честно скажу ну правда это просто то что я должен был обязательно вам сказать иначе вы пошли сейчас свои миллионы заработали а куда выводить непонятно вот соответственно кастовый смарт-контракт и marketplace это то зачем сейчас происходит будущее есть очень классные коллекции например с винилом это когда люди передавали пластинки друг другу и каждый раз при передаче качество этих пластинок и музыки портились да зачем непонятно но такой вот интересный прецедент в плане того что механик на самом деле очень многое реализовывать это все можно очень разными способами есть проект происходит определенная динамика на картинке и в зависимости от того что на ней происходит генерируется музыка по моему все это написано на этоне но не суть важно сама суть в том что здесь вы уже не привязаны по сути к своему классическому физическому виду биологическому существованию и по сути можете создавать и реализовывать абсолютно любые идеи которые вам приходят в голову и более того создавать уникальные образы которые в данный момент уже никого не волнует в плане того связаны они на самом деле с вашей как-то реальной личностью или нет этот спотти ни разу не показал свое лицо он нигде никак не рекламировал и абсолютно на всех выступлениях он просто в голове своего криптопанка находится но при этом он собрал 300 что ли тысяч долларов не помню сколько тысяч долларов сотен но много это по моему первый прецедент был когда полностью цифровой полностью криптомузыкант делает sold out буквально за часы и это работает друзья и это сработало только потому что это инновационно и это интересно сейчас наступает тот момент как я уже и сказал когда мы перестаем быть просто типа музыкант и фанат мы становимся партнерами почему партнерами потому что именно в этот момент когда человек заинтересован финансово и когда вы даете ему возможность участвовать в своем мире человеку нужно человеку становится нужно непосредственное взаимодействие с тем что вы ему даете соответственно вы можете реализовывать что например у вас есть старые песни вы знаете что ваши фанаты их очень сильно любят вы можете в виде NFT отдать эти старые песни организовать для них допустим сайт на который они могут заходить и микшируют друг с другом эти песни делать мошапы и так далее если им нравится этот результат то они могут с этого сайта сразу привелить буду еще кромчак извините пожалуйста да на самом деле механик опять же очень много то есть как я сказал вы можете дать людям в виде NFT свои старые песни они их микшируют друг с другом мошапы делают если им это нравится они могут моментально это сразу покупать и покупать сразу это как NFT и у них уже будут покупать этот маршап что самое интересное процент с каждой перепродажи будете получать вы думаю что механик рассказал много разных интересных пожалуйста я не знаю будет ли вам доступна эта лекция а я там все на самом деле уже даже рассказал я своевольно очень вопрос хочется да вопрос у меня два вопроса и благодарность спасибо за лекцию интересно значит вопрос первый вы как агентство работаете только с известными артистами и под артистом я подразумеваю сейчас не музыкальное чисто а вообще в целом возьму как художника то есть художник который творит в любом направлении не берете ли вы допустим новичков в этом деле это первый вопрос а смотрите давайте мы к вопросам когда в блок вопросов перейдем все таки мы еще не закончили лекцию пару минут еще хорошо ну мы надеемся что пару минут просто хотелось бы услышать ответы прежде чем да и это то что спрашивает будет сейчас итогом лекции давайте мы закончим и вопросов второй вопрос непосредственно к Жоре скажите сколько по вашим исходя из вашего опыта занимает вот эта вот простройка комьюнити я так понимаю это нужно делать прежде чем перевезешь первые лифты то есть есть вот эта вот механика сколько вы подготавливаете площадку так сказать людей для того чтобы продаж состоялась очень хороший на самом деле вопрос здесь все опять же да зависит от популярности в первую очередь самого артиста именно в крипто мире даже не обязательно в крипто мире крипто мир он же состоит точно так же из людей которые реагируют на какие-то массовые инфоповоды соответственно вокруг звезды создать массовые инфоповоды легче но меня интересуют именно те кто с нуля Даша сказала что с нуля и в крипто мире это реально да конечно это реально здесь это как раз тот момент когда я говорил что здесь нужно обязательно подключать инновации и обязательно подключать фантазию потому что то что сделал сейчас уже спать вот это да с миксом разных аранжировок для вас уже не сработает потому что это уже было и это людям уже не будет так интересно а сколько по времени это будет занимать вообще на самом деле очень сильно может разниться вообще средние два месяца за два месяца можно если есть возможность как то рекламировать это естественно как то это продвигать но опять же вот это очень интересный момент в плане того что благодаря тому что сейчас люди начинают строить дау вокруг всего этого найти на самом деле связи в крипто мире каких то больших инфлюенсеров это достаточно простая ну не простая хорошо это не такая сложная задача потому что эти люди сейчас все стараются друг с другом коммуницировать вне зависимости от того кто какой статус имеет поэтому можно залетать к ним на твиттер спейс можно залетать к другим дау крипто проекты общаться с людьми рассказывать о своем проекте мы вот опять же по опыту с теми же BBMC нашей коллекции точно знаем что если люди заинтересованы они будут делать все чтобы вам помочь супер спасибо за ответ да пожалуйста друзья мы почти закончили на самом деле из исходящей информации у нас осталось сколько мы хотели бы поделиться с вами источниками основными которые мы рекомендуем чтобы дальше это изучать немножечко продолжая ответ на вопрос почему вы вообще это сделали хочется немножечко внедрить в развитие свою деятельность и поделиться тем что это вообще такое чтобы дать людям понять что это реально возможно сложно но в это можно дойти и мы как агентство отвечая на вопрос что работали мы только с большими именами или в том числе с начинающими музыкантами мы работаем с разными категориями музыкантов все зависит от ваших ресурсов условно говоря на чистоту с большими именами мы работаем на одних условиях там процент разделения процента с профита с маленькими именами зная что здесь больше мы нужны им чем они нам мы тоже готовы работать но за оплату уже наших услуг поэтому возможно разные варианты сейчас на одном из последних слайдов мы оставим наши контакты если вы захотите продолжить диалог если у вас будут какие-то идеи дополнительные вопросы мы супер открыты несмотря на то что мы уже активно приступим эти вещи мы тоже развиваемся и наверное диалог это лучший способ развития и напоследок чтобы не оставлять вас столько с впрысканной информацией в большом количестве немножечко follow-up где дальше смотреть какие-то вещи чтобы наверное это было наиболее доступно Марина расскажет как основной наш исследователь да ваши лучшие друзья это три направления twitter, telegram и discord собственно Жорн сказал что нужно сделать обязательно метамаск вот это первый шаг второй шаг это сделать twitter если у нас уже есть сделайте отдельный крипто twitter потому что там будет миллиард разных подписок и вы устанете их потом распределять и разбираться где у вас что собственно здесь парочка телеграм-каналов русскоязычных в которых в основном выходят разные новости интересы то есть вы можете следить за тем какие выходят там NFT криптопроекты вообще какие нововведения туда что пишется чтобы быть плюс-минус в курсе что касается twitter здесь ну мы постарались по максимуму тех кого мы читаем здесь есть какие-то конкретные люди которые тоже пишут общую информацию то есть это тоже какие-то новости какие-то их мнения очень много кто из них пишет про то как они видят куда там движется в Аф-3 какие будут тренды в NFT вот это вот все чтобы тоже понимать вообще какие настроения в сфере и несколько таких источников новостных вот например NFT Now и What Run Music особенно будет интересна тем кто в музыкальной индустрии работает это веб-газета там есть возможность сделать подписку у вас будет доступ к тем статьям которые они писали это большая исследовательская работа связанная непосредственно с музыкальными NFT там есть те статьи кстати тоже очень информативные очень советую их почитать для того чтобы базово разобраться именно в музыкальных и найти вообще какие есть проекты какие есть механики что популярно и соответственно если будет более интересно чтобы узнать уже по конкретней то у них сейчас как раз сзади cover вышло 5 платных выпусков вот этой вот веб-газеты там очень много людей которые и с нами музыканты и следователи в этой сфере и люди которые брали интервью у разных крипто музыкантов криптоэнзиаты то есть это прям такой живой срез то есть там можно реально узнать что вообще происходит когда движется музыка в NFT и многие люди действительно многие криптоэнзиаты называют музыку NFT-музыку следующим шагом то есть одно из тех вещей которое в 2022 году вполне возможно но в целом общая рекомендация это конечно просто начинать в Твиттере вот подписаться на нескольких людей и от них если они вам нравятся уже идти к тем кого они любитят с кем они там запускают в Твиттер спейсы залетать в Твиттер спейсы слушать их конечно по часу поясу ну не очень удобно там отправиться ночью происходит у нас так как в основном это американские криптоэнзиаты но в целом там выходные в пятницу вечером вполне можно сесть послушать фоном в качестве подкаста вообще отлично они многие сохраняют записи много чего полезного можно узнать услышать и как раз таки в том числе они вообще очень открыты к тому чтобы вы можете написать если вам есть что рассказать что сказать чем поделиться они вполне вас могут пригласить выступить в Твиттер спейс тут как бы пока все двери открыты и это еще далеко не последний вагон вообще можно спокойно прыгать и если активно себя проявлять там активно что-то писать с кем-то общаться то вполне можно скрыть среду залететь успешно так так что такое дискорд не все знают но по факту это социальная сетка точнее платформа на которой можно создать свою комьюнити свою социальную сеть и где собственно базируются все NFT крипто комьюнити почему так потому что дискорд это была изначально геймерская платформа и так как NFT популярность NFT и первые тренды вышли именно из гейминга традиция продолжилась и основные NFT комьюнити существуют именно в дискорд и мы хотели бы отдельно отметить один телеграм-канал одинный новый мир в том что телеграм-канал Фила который вещал в первую часть можете за qr-кодить и перейти и подписывайтесь на Фила и как мы между собой пошутили вся эта лекция была для того чтобы набить Филу подписчиков побольше или зарпланировать его канал вот собственно говоря ради этого 2 часа мы тут и не старались да, Фил там еще будет вести плюсительскую тоже деятельность лекции тоже онлайн которые он записывает выкладывает вы можете в реально время смотреть задавать ему вопросы поэтому тоже следите как раз сейчас уже я думаю скоро он выпустит первая уже была можете там в канале найти ссылочки на запись вторую и последующие он уже скоро будет анонсировать вот собственно говоря все понятно что это много сложные особенно для тех кто первый раз и за пару часов это не изучишь за пару месяцев это не изучишь говорю по себе потому что я на этом пару месяцев в отличие от ребят но надеемся чем-то помогли если остались какие-то вопросы давайте минут 10 общих вопросов и потом мы еще какое-то время побудем в зале так спасибо так вижу руку марина а кто же поможет так и 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 соответственно для того чтобы все это соответствовало вообще всему что происходит то есть винил ему нужна музыка потому что винил без музыки никому не нужен мы начали писать генеративную музыку я с еще одним музыкантом Русланом написали около 5 тысяч получается треков для того чтобы заполнить всю эту коллекцию полностью музыкой У меня вопрос больше по механике. Винил это особая атмосфера, особая звучание. Извините, я в микрофон скажу, чтобы Фил услышал. Я прошу вам найти сейчас промо-ролик винила, он короткий, и мы покажем, если Фил его найдет. Пока давайте еще другой вопрос зададим, а винил мы сейчас попробуем. Я его найду, чтобы я его... Да, да, просто прям с экрана, через просьбу. М-м-м, можно задавать? Да, пока буду задавать другой вопрос. Скажите, ребята, вот в NFT фактически, когда создаешь его, ты не передаешь какие-то права обладания, да? Если мы берем картину, например, ванглога, на которой авторские права не распространяются, так как уже прошло достаточное количество лет, я иду, фотографирую ее, делаю серию ванглоговских NFT и говорю, я первый владелец, потому что я зарегистрировал. Верно? Не совсем. Да, давай. Да, я могу. Кто? Да, давайте я, наверное, отвечу. Это, на самом деле, важный вопрос, потому что это одна из проблем современных NFT, которая, ну, в общем, в словах часто обсуждается. Действительно, многие, например, художники, даже если мы там не говорим про что-то такое большое, как ванглог, а, например, просто художник, который выкладывал, например, свои арты в Инстаграм, он не интересуется криптой, он не занимается NFT, и вдруг приходит какой-то человек и просто токенизирует его работу. Эта проблема существует. Ее решают разными способами, по крайней мере, в это все несовершенно. И нужно понимать, что над решениями работают. Например, может сам автор подать жалобу на Marketplace, и Marketplace удалит этот токен, потому что увидит, что действительно авторство продвижит другому человеку. Не всегда действительно это можно подтвердить, но в целом здесь такой момент. Например, есть люди, которые говорят, что вот, значит, благодаря NFT можно продать там любой камень, да, условно, за огромные деньги. Но это так не работает. То есть люди же, которые покупают NFT, они не глупы. Если они увидят какой-то общественный резонанс, увидят, что эта работа прерукрально, они не будут ее покупать. И точно так же будет, если сфотографировать какую-нибудь картину в музее. Но цепочка денег уже потрачена. Потрачена на что вы имеете в виду? Ну, например, я опубликовал данную картину, ее приобрели. Потом еще несколько человек купили эту NFT. После этого признали, что эта NFT не принадлежит мне, то есть спор возник, ее удалили. Но деньги-то уже потрачены. Да, поэтому здесь как раз-таки мы возвращаемся к вопросу децентрализации. Это тоже вопрос, который некоторых людей смущает, что только ты сам несешь ответственность за это. Действия, которые ты делаешь. То есть ты опираешься только на себя и свою какую-то рациональность, когда ты покупаешь NFT. Если ты веришь в этот проект, если ты не просто хочешь потратить туда деньги, и вот первая там NFT, которая тебе попалась, ты ее покупаешь. А если ты проводишь какой-то исследователь, если ты изучил, то ее автор, тебе понравилась идея, вот как Жора говорил, очень важный тип этой идеи. Конечно, найдутся люди, которые купят и какой-то там условный камень из мемов про NFT. Но это только их ответственность, их проблема, потому что они купились на это и купили то, что не обладает ценностью какой-то и неэтично в каком-то смысле. Но в итоге люди будут сами себя чисто контролировать и сами разбираться, сами идти дальше в этом направлении. И в таком случае человек сможет сам уже оценивать, на что он тратит свои деньги и сомнить из них ответственность целиком и полностью. Вот, переходим тогда к следующему вопросу. Предположим, продолжая эту тематику, мы берем эту картину, рисуем рожки, либо хвостики, и это уже совершенно разные NFT. Абсолютно верно, да? И мы их под какой-то идеей продаем на какой-то определенной одной платформе. Потому что регистрируясь на ОБЦ, регистрируясь на другой платформе, оно позволяет. То есть вот эта децентрализация, она не синхронизируется никаким образом. И на разных платформах можно продавать эти NFT. Правильно я понимаю? Также на одной тоже можно продавать. На одной и той же? Да пожалуйста, продавайте на одной и той же. Это на самом деле вопрос идеологический больше. И вот, например, ребята, которые сделали криптобанков, Ларуэл Эпс, они ведут очень амбассивную политику. И там есть коллекция, на которые взяли криптобанков и просто зеркали их отразили. Оригинальные криптобанки смотрят вправо, а сделали коллекцию криптобанков, которые смотрят влево. Назвали их там не банкс, а фаркс. И говорят, что нет, ребята, децентрализация так не работает. Когда он, пользуясь тем, что первый маркет, Ларейский до недавнего времени, там был с тамым крупным, будет проводить, боится по цензурой и по каждому чиху, например, в этом Юре удалять любую картину, где нарисована губастая лягушка, вот, о никакой децентрализации речи не будет идти. Ну вот, поэтому это вопрос мировоззрения. Я считаю, что если ребята отразили банков, а кто-то у них убил, то молодцы ребята, и они сформировали комьюнити на теме протеста. Супер здорово, вообще не вижу на этом никакой проблемы. Ну, то есть, на данный момент NFT является раздутой темой, люди принимают согласие на то, что мы считаем эту картинку ценностью, поэтому она стоит 60 миллионов долларов. Ну, точно так же это работает. Как и с фиатными динамиками. Как и с фиатными динамиками. Да, и с фиатными динамиками. С чем угодно. Как я сказал, люди сильны, потому что они создают интерсубъективные реальности, в которых мы договорились, и поэтому мы это работаем. Крипто, квинтэсенции интерсубъективных реальностей. А слово раздутой, я не говорю, вы сказали, то есть, то есть, раздутой, а раздутой нет. Я так не говорю, это ваше включение. Да, кроссовки тоже могут быть гучи и стоить 100-200 тысяч рублей, а могут быть 5 тысяч рублей и по качеству лучше. Получается, там стоимость кучи раздутой. Это уже выбор каждого. Как и что для него ценности, приоритеты. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Еще раз здравствуйте. Еще раз меня зовут Артем. У меня такой вопрос. Мои друзья, художники, в том числе, попросили задать вопросы. К примеру, я пишу музыку, они создают визуальный объект. Вместе, да, у него визуальный объект. И, к примеру, если мы издаемся через OpenSea, к примеру, да. Изначально при создании аккаунта стоит ли называться как какая-либо студия, либо просто описывать каждую коллекцию отдельно. Вот такой вопрос у меня. Это один. И дальше, наверное, отвечать, поспрашивать после ответа, да? Да, конечно, без проблем. На самом деле вопрос, он достаточно... Все опять же зависит от того, какую цель вы конкретно преследуете. Преследуете ли вы цель анонимности, то тогда аккаунт это будет просто кошелек, да, условно говоря. Да, если вы выкладываете все. И если же вам нужна какая-то популярность славы, то, конечно, называйте просто аккаунт. Так, как вам нужно его на самом деле. Ну, то есть правил здесь никаких, по сути, нет. Понял. В общем, как договорился, так получается. Конечно. Хорошо. Дальше вопрос такой. Каким образом можно... Вот, допустим, я музыкальный менеджер, я имел, ну, надо сказать, полное, почти, либо почти полное представление, как продвигать в настоящем мире, да, аудио, сингл, альбом, без разницы, да, вот что-нибудь продвигать. Что касаемо NFT, мне до сих пор непонятно, какие есть инструменты, какие есть ключи, кроме спама комментариев в Твиттере, общения в Телеграм-каналах, есть ли какие-то альтернативы. Периодически мне вылазит, конечно же, еще и таргетированная реклама, но вот в современных реалиях сингл продвигать понятно. Как это делать с NFT, если ты пришел с нуля, не имея аудиторию, ну, и лично. Смотри, да, здесь не такая понятная сенсивизированная механика, как в ревизии стандартного сингла, но здесь тоже есть свои механики, инструменты. Если мы сейчас все раскроем, то как бы в чем смысл нашего агентства. Но по факту тебе нужно залетать в крипто-мир, как можно там посмотреть какие-то моменты, быть в поле общения, делиться информацией, быть в комьюнити, быть в чатах, в стримингах, заявлять о себе как музыканте и строить с нуля там свой имидж. Если ты в целом как бы в реальности не огромный артист с сотни тысячным миллионным холллингом, то там даже, наверное, проще начать с нуля и вариться в этой вот среде. Строить свой имидж, иметь последователей, а дальше уже зависит от интересности твоей коллекции и ценностей. Но вообще, как бы, да, это большая точная работа, нет механизма, который ты там заплатил за таргетинг, да, и тебе пришли и купили. Такой истории нет. Ты можешь пригнать людей в свое комьюнити, но ты никогда массу не доставишь купить твою коллекцию. Здесь вопрос какого-то искреннего интереса, игры, увлечения и постоянного личного присутствия там. Я понял, спасибо. И два очень коротких вопроса, наверное, более личные истории переделать изначально при старте небольшую коллекцию, да, там, из 5-7 аудиоризора. Да, не пропустил 10-тысячную коллекцию, даже тысячную, если ты ее не продашь. Лучше продать небольшую коллекцию и отталкиваться от этого, чем замокнуться в небо и в итоге ничего не продать и покортить себе вообще всю платформу для старта. Понял. И есть ли какие-нибудь, на ваш взгляд, коллекции, которые могут стать вкладом в будущем какие-нибудь вот идеи и кинезонавты? Нет, зависит от артиста, все быстро меняется, каждую концепцию мы прорабатываем под артиста неделями, мы тебе сейчас вот так и бросим в план, в котором он примет, сделай их. Понял. Понял. Спасибо. Он даже говорит, Фил, в этих ситуациях, он в Financial Advice. Но нет, на самом деле, просто надо смотреть за тем, кто стоит за коллекцией, какая команда. Потому что, если эта команда раньше занималась тоже какой-то выставившей коллекцией, вероятно, что это новая коллекция, ну, достаточно велика. Но может быть, в коллекции есть ничего. Это так работает. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова